Добрый вечер, телеканал НТС. Я Иркин Раскулвеков. Сегодня 25 марта. Буквально вчера появилась новость о том, что жители столицы, точнее отдельно взятого района, вышли на митинг против сноса гаражей. Мы поинтересовались этой темой и в итоге выяснилось, что мэрия Бишкека намерена снести порядка 700 гаражей уже той советской постройки, которая занимает 2,5 гектара земли. Ну а если быть точнее, гаражный кооператив, гаражно-потребительский кооператив номер 20 существует с 1972 года и занимает площадь 2,5 гектара. Постановление о сносе гаражей мэрия приняла на основании решения суда от 17-го внимания года о признании недействительным решением исполнительного комитета еще фрунзенского городского совета депутатов, трудящихся в Крыльской СССР от 5 октября 1972 года. Но председатель кооператива Владимир Шульгин и другие владельцы гаражей утверждают, что ни о каком суде никогда ранее до этого времени не слышали, никаких предписаний, уведомлений и прочих документов на руки не получали. Сегодня в нашей студии юристы инспекции по контролю за благоустройством и землепользование мэрии города Бишкек Алтенбек Джумабеков. Здравствуйте. Здравствуйте. А также члены кооператива Анатолий Гаян и Елена Гаврилова. Здравствуйте. Ну, наверное, начнем с юридического вопроса. Алтенбек Мирза, какой суд, почему владельцы еще не слышали о нем и почему решили вот сносить именно в эти дни? Да, действительно, в 2007 году, в частности, 4 августа административным судом на сегодняшний день... В 2017 году? Да, в 2017 году. На сегодняшний день административный суд, на тот момент он назывался межрайонным судом, города Бишкек была дана правовая оценка и вынесено соответствующее решение, которое на сегодняшний день вступило в законную силу. Данное решение было отменено те учредительные документы, правоостановленные документы в виде отмены постановления о выделении данного земельного участка в бессрочное пользование. Основанием отмены данного административного акта послужило следующее обстоятельство, в частности, пунктом 2 статьи 7 закона Крыговской Республики о введении земельного кодекса предусматривает, что те земельные участки, на которых, которые предоставлены бессрочное пользование, если на них срок пользования не указан, то срок пользования считается 1 января 2020 года. То есть после уже оно считается недействительным. Срок стекший считается? Срок стекший считается. Ага. А, значит, и с полком Фрунсского городского совета в 1972 году сроки не обозначены? Да, на то время сроки не были установлены. То есть в земельном кодексе, насколько мы знаем, предусматривал, что сроки присрочного пользования не устанавливаются. Согласно закону, гаражный кооператив вот уже 2 года занимает земли, скажем так, незаконно. Почему? Если в 2020 году уже истекает, а сейчас 2022 год. Нет, с 2000 года. А, с 2000 года, уже 22 года. Все, понятно. Анатолий, Елена, присутствовали вы ли на том суде вообще, когда узнали про суд и чем обосновываете свои недовольства? Ну, понятно, это ваше имущество, которым вы пользовались уже полвека. Я скажу, да, вот в этом части. Пожалуйста. Ну, о решении 2017 года действительно члены нашего кооператива узнали вот как раз-таки из тех уведомлений, которые мы видим на экране, да, которые были развешаны в выходные дни, то есть несмотря на то, что на нем указано 18 марта и дата издания, и дата вручения, вручение воротам наших гаражей, их развесили 19 вечером, то есть в канун выходных и праздничных дней. И 21 числа все гаражники, да, которым стало известно, они провели в гаражах, защищаясь, будем так говорить, от власти, которую, в принципе, сам этот народ на выборах, да, и избрал. То, что касается решения 4 августа 2017 года, оно было обозначено как раз-таки вот в этих уведомлениях о том, что мы теперь не являемся, да, землепользователями и вроде как незаконно находимся, да, на данном земельном участке с 2017 года, да, если исходить из самого решения. Тогда возникает вообще очень логичный вопрос у нас, как у юристов и как членов кооператива, как вообще возможно отменить было решение Совета народных депутатов через 45 лет. То есть, по большому счету, складывается достаточно страшная, на мой взгляд, практика. Потому что, если мы обратим внимание на это решение, мэрия не знала о том, что есть этот гаражный кооператив, мэрия не знала о том, что этот земельный участок выделен этому гаражному кооперативу, получается, 72-го года. И у меня тогда абсолютно логичный вопрос. А кто-нибудь понес ответственность за то, что мэрия 72-го года не знала о том, что эта земля им не принадлежит? Кто из должностных лиц понес ответственность за халатность? Потому что мы прекрасно понимаем, да, что муниципальная собственность, в которую сейчас, как мы понимаем, да, как утверждает мэрия, перевели данные земельные участки, да, они не в курсе даже, они даже не в курсе были, что эта земля принадлежит другим. И через 45 лет они отменяют решение Совета народных депутатов. Но как по заявлению какого-то бывшего члена кооператива, получается, складывается практика, что завтра по какому-нибудь заявлению таким же самым способом можно будет признать незаконным и приватизацию наших жилых помещений, когда четырехэтажные дома тоже окажутся в таком же положении, как и сейчас вот эти гаражи. Потому что этот дом там... Потому что этот дом в 72-м году по ордерам Советам народных депутатов выдавался там строителям, да, выдавался... Понятно, да. В заводу Фрунзе, да. Анатолий, а скажите, пожалуйста, а в суде в 17-м году были представители от кооператива? Ну, все-таки же суд должен проходить с участием двух сторон, насколько мне известно. Значит, я хотел найти ответ на этот вопрос в уведомлении. Я не нашел его. Вот, значит, разбираться с документами суда... Значит, мы подали туда заявление в суд, теперь административный, для того, чтобы как-то уточнить этот момент. Кто был, когда был, почему был. Вот, во-первых. Во-вторых, когда мы, вот, инициативная небольшая наша группа была в инспекции, попросили у автора этого уведомления, господина Мусаева, дать нам это решение, показать. Ну, к сожалению, он не смог этого сделать. Там, вот, со всякими разными отговорками, якобы человек, который раньше занимался этим вопросом, уволился. Новый человек, который может знать, где этот документ сейчас находится на процессе. А третий, который ему ответил, сказал, я не знаю, где этот документ. Нет. Поэтому мы не смогли. До сих пор, ну, вот, это, значит, будем разбираться с этим вопросом. В отношении того, я отвечу ваш, может, предупрежу ваш вопрос, знал ли я. Значит, во-первых, я недавно давал интервью вашему каналу, он тогда сказал, а сейчас повторю. В этом кооперативе я состою с момента его, практически с момента его создания. 50 лет. Я сторожил там, ветеран, можно сказать, этого кооператива. На моем, на моей памяти никогда никаких претензий к кооперативу со стороны местного самоуправления, а раньше еще государственной администрации, не было. Ни в отношении земельного участка, ни в отношении других, в отношении, там, финансовых и так далее. Вот это что, что могу сказать. Ну, вот по поводу участия стороны кооператива в суде, если можно, да, вкратце, кто участвовал, на каком основании? Да, непосредственно в 2017 году, когда выносился данный суденный акт, со стороны на то время еще муниципальная инспекция называлась Управление землепользованием и строительством мэрии города Бишки, которая недавно переобразована муниципальную инспекцию по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишки. На данном судебном процессе участвовал непосредственно я, как специалист-юрист, и также параллельно участвовал моя коллега, получается, в лице Мудренко Ксении. Со стороны ответчиков участвовала мэрия города Бишки, которая непосредственно предоставила этот земельный участок, и третий лиц в лице самого председателя, в лице Шульгина, и также представителя граждан-кооператива Макенова. То есть Шульгин участвовал? Да, участвовал, доказательства тому. Вот у нас на сегодняшний день имеется судебный акт, я его взял в студию. Здесь прописывается заверенная копия, что участвовал непосредственно сам председатель. Я могу, да, показать? Да, на обозрение можете показать. Пожалуйста. Просто Владимир Шульгин заявляет, что ни о каком суде он не слышал, и ни о каком суде он не слышал. Ну, судебный акт доказывает обратное. На сегодняшний день также имеется расписка от Макенова о том, что он представитель ГПК номер 20 получил это решение. Кто есть после, я могу дальше еще обозреть, после получения этого судебного акта со стороны представителей данного гаражного кооператива был обжалован этот судебный акт как в первую инстанцию, так и во вторую инстанцию. Первая инстанция возвратила апелляционную жалобу, а не согласившись с данным определением суда второй инстанции, также представители гаражного кооператива обжаловали Верховный суд, и Верховный суд оставил в силе непосредственно судебного акт. То есть слова председателя кооператива Шульгина о том, что он не знал о суде, это больше утрирование? Да, я... Потому что решение еще было обжалован? Еще, да, обжалован. И в дополнительных доказательствах хотел бы привести даже протокол судебного заседания, я это отскопировал. Там вот непосредственно участвовал сам председатель данного гаражного кооператива и пояснял суду о ходе, и вообще по этим гаражам. Анатолий, Елена, а вам не кажется, что вас тогда уже, ваше руководство вводит заблуждение о том, что они не знали о суде? Значит, у меня вопрос первый. Можно ли верить тогда решению суда, которому написано, что со стороны третьего лица присутствовал только представитель кооператива, Македов, а председатель кооператива не участвовал в заседании? Как вы это висите можете? Я, вы неправильно помнили, наверное, я поясню... Нет, я еще раз прошу прощения, нам только что показали копию решения, где написано. Со стороны инспекции один человек, со стороны мэрии другой человек, со стороны третьего, как мы выступаем, третьим лицом кооператива, присутствовал представитель Македов. Никакого председателя кооператива там нет. Так что у меня просто просьба такая, не вводить в заблуждение всех нас. Давайте ориентироваться на документы, на то, что действительно было. Вот документы я... А то, что присутствовал представитель Македов, это все закон? Это факт, да. У него была надлежащая оформленная доверенность. Здесь вот к доводам непосредственно представителей гаражного кооператива я еще раз поясняю о том, что ранее господин Шульгин участвовал, о чем подтверждается протокол судебного заседания. Он давал пояснение. Он потом привел непосредственно представителя, который обладает юридическими познаниями, в связи с тем, что якобы он не обладает юридическими познаниями. И, соответственно, они вдвоем курировали этот процесс. Ну, понятно. Это все в общем суд прошел. Он был, он участвовал, он знал, что идет судебное разбирательство. И почему он не сообщил другим членам гаражного кооператива, это уже вопрос. Алтамбек Мурзав, ну вопрос логический. Смотрите, было у людей имущество. Ну, вот и у вас есть имущество, у меня, значит. И в один момент государство решило это имущество забрать. Я не знаю, почему там. А что-нибудь взамен предлагается? Ну, взамен... Если вы хотите облагородить город, то может быть какая-нибудь подземная парковка, надземная парковка. Ну, куда-то же эти 700 автомобилей нужно ставить? Ну, взамен, к сожалению, я как специалист муниципальной инспекции не могу пояснить и дать пояснение по данному вопросу, потому что не обладаю такими полномочиями. Необходимо обращаться в департамент управления муниципальным имуществом премьерии города Бишкека. Они непосредственно проводят муниципальную политику по формированию и предоставлению таких земельных участков, в том числе под парковку. Что вам предложили? Сказали. Ну, вот мы забираем ваши гаражи, но возьмите... Вы знаете, когда только... А, ноль, ничего не предложили. Да, когда только вот эта ситуация случилась, да, и люди, которые просто пришли там на выходные, да, забрать машину или там поставить машину, когда они только это увидели, вот на этом уведомлении есть лицо, которое как раз-таки попросило, да, вы можете там мне позвонить по ниже указанному телефону, да, вручил Бигбоев, указан телефон, и вот по всем вопросам обращаться в отдел контроля, да. Понятно, что это выходные дни, нас поставили в очень такие жесткие рамки. И позвонили. Более того, что уже шел демонтаж наверху, как парковок, да, других парковок в 12-м, в конце 11-го микрорайона, на границе с 12-м микрорайонами, наши люди просто были вынуждены, даже боялись покидать гаражи, согласны были остаться даже ночевать, чтобы охранять, то есть вот такое недоверие власти было, потому что, ну, боялись реально сноса. И мы позвонили господину Бигбоеву, на что получили достаточно содержательный ответ. Не беспокойте меня в выходные дни, все написано, снос будет, демонтаж будет. Вот такой был ответ. Вот такой был ответ со стороны муниципального представителя инспекции. Ну вот сегодня не выходной, сегодня уже пятница, гаражи на месте? Да, гаражи, слава богу, на месте. Можно дать информацию? Это ненадолго, я немножко подготовился к этому делу. Я сейчас вам расскажу о ситуации, которая складывалась и сложилась. Значит, я являюсь членом кооператива этого и, само собой, заинтересованным лицом, потому что у меня там стоит гараж тоже. Я заинтересован в том, чтобы благоприятный результат был по вот этому рассуждению. Дело заключается в том, что начиная с 20 марта, 19 вечера было внутренне... Вручено. Не вручено, развешено, расклеено. Нашему гаражу было вручено. А 20 марта мы узнали об этом. Кто-то случайно, я, например, случайно узнал. Весь кооператив находится в крайне стрессовом состоянии с этого момента, с 20 числа, из-за этого решения. А в этот же день было проведено общее собрание всех членов кооператива, на котором было объявлено о том, что собираются нас носить. Это вызвало, конечно, острое недовольство, возмущение, непонимание и испуг у многих людей. Испуг связан с тем, что куда теперь и что делать? Куда бежать, что делать? Люди стали искать какой-нибудь выход из создавшегося положения. Не находили его. Стресс. Люди находили стресс в состоянии. Как это обычно бывает, тоже стали рождать всякие слухи, домыслы, и которые еще больше усилили тревогу людей. По их мнению, решение инспекции нужно расценить как прямое посягательство на их интересы и права, сравнивая его с принудительным выселением из закрепленного за тобой жилья, разрешенного тебе для проживания, на улице без всякого предоставления, как вы спросили, без всякого предоставления замены. Аналогично получается, да? Вам ответили на этот вопрос. Он некомпетентен. Значит, мы разговаривали про администрацию, он тоже никто некомпетентен в районной администрации. Стрессовая и паническая ситуация может привести к тому, что люди не могут преодолеть ее и начнут убирать свои гаражи, куда попало, и открывать свободный доступ и въезд посторонних людей, в том числе и преступников на территории кооператива. Это риски уже, да, понятно. Это уже риски. Потому что роль ограждения, кооператива, это гаражи. То есть, как только убрали гараж, открывается свободный въезд. Понятно. Доступ. А давайте спросим, Алтмек Морзе, а есть у кооператива еще возможность какая-нибудь юридическая, законная обжаловать это решение? Или уже все инстанции пройдены и назад пути нет? Ну, я так скажу, что в соответствии с действующим законодательством все обладают правом обжалования. Так. А суд, какое уже решение примут, я уже не могу сказать. В частности, вот... Ну, то есть, возможность обжалования еще есть? Ну, возможность обжалования, он никем никогда не утрачивается. Единственное, им необходимо будет тогда уже прилагать ходатайство, в связи с чем они сроки пропустили. Ну, а уже суд соответствующую оценку даст. Был ли срок пропуска уважительным или нет? Ну, все-таки живем в такой законной стране, пока еще. Поэтому, что законного вы собираетесь предпринимать? Ну, смотрите... Помимо митингов, значит... Нет, никаких митингов, начнем с того, что никаких митингов со стороны членов данного гаражного кооператива не было. И не будет. И мы собрались в своих гаражах. Я хочу обратить очень важное внимание. У нас гаражно-потребительский кооператив. Первоначально, когда Совет народных депутатов в интересах трудящихся автомобилей-любителей создал гаражно-строительный кооператив, основной его целью было как раз-таки строительство этих гаражей для тех вот близлежащих микрорайонов, это 6-11, чтобы они могли туда свои автомобили поставить, как оказалось. Ну, любой сейчас объект, по нашей аналогии, может стать лакомым кусочком и интересным кусочком для наших властей. Если в нем не закреплены сроки... Даже если закреплены. Даже если закреплены. Что вы собираетесь делать? И для того, чтобы как-то воспрепятствовать вот этим вещам, мы были вынуждены подать административную жалобу на вот этот вот административный акт, потому что он нас обязывает. Совершать определенные действия. Он исходит от органа... Муниципального. Да, муниципального органа, от органов местного самоуправления. Он имеет определенные признаки, да, которые содержатся в законе. И мы подали административную жалобу, соответственно, в мэрию, что, уважаемая мэрия, разберите, что у вас здесь происходит. То, что касается самого этого документа, мы, конечно же, все это изложили. Но здесь есть один очень важный момент, и хочу обратить на это внимание, что подача административной жалобы в данном случае, она приостанавливает действие вот этого акта. То есть мы не должны производить демонтаж. Мы не должны производить... До решения суда... По вот этим действиям, по вот этим действиям со стороны муниципальной инспекции, принять соответствующее решение, которое... Допустим, если мэрия оставит в силе это решение... Мы вправе его обжаловать в суд. Так. Мы также вправе его обжаловать в суд. Но есть очень важный момент, который мэрия никак не хочет учесть. Если мы с 2017 года... Сейчас не будем разбираться в существе данного решения, в способах его обжалования и во всем остальном. Но если мы с 2017 года находимся там уже 5 лет, как говорит мэрия, незаконно, потому что она об этом прям указывает нам в уведомлении, что у вас тут прям, можно сказать, самовольные постройки произошли. У меня тогда вопрос. А почему мэрия не узаконила? Если они себя с 2017 года считают собственником этого земельного участка, то они как собственник, исходя из целей гаражно-потребительского кооператива, эти гаражи напрямую связаны с землей. Мы не можем открыть швейный кооператив, не имея швейных машинок и швей. Мы не можем зарегистрировать гаражно-потребительский кооператив, не имея гаражей. Поэтому мы прошли государственную регистрацию, мы прошли кадастровые... Все кадастровые вопросы, реестры. У нас есть инвентаризационное дело, в котором указана и площадь нашего земельного участка, и сколько гаражей на нем расположено. И земельный надел. И земельный надел. А вот у меня вопрос тогда. А с 2017 года кто собственник? Мэрия утверждает, что они собственники. Муниципалитет. Да. Мэрия утверждает, что собственники они... Муниципалитет мэрия. Да. Муниципалитет мэрия. Этот земельный участок, в принципе, нет необходимости, так как он автоматически уже является в соответствии с действующим законодательством муниципальной землей. Муниципальная земля. Да. Согласно... А на муниципальной земле, значит, гаражи уже пять лет стоят незаконно. Да, на муниципальной территории. Согласно действующему законодательству, в частности, в земельном кодексе предусмотрено в статье 4 о том, что если земельный участок не зарегистрирован за частными лицами, либо за государством, в черте города Бишкек, оно автоматически является муниципальным. На сегодняшний день, я как уже ранее пояснил, в 2017 году было отменено первичные документы гаражного кооператива. Данные... Минуты... Можно я закончу? Нельзя, все отменить. Эти первичные документы изначально не были зарегистрированы в госрегистре. Согласно закону Кыргызской республики о государственной регистрации, предусмотрено, что право возникает с момента регистрации этих учредительных документов. В судебном заседании с участием непосредственно председателя гаражного кооператива и представителя было выяснено, что данные учредительные документы не зарегистрированы в госрегистре, о чем непосредственно в описательной части судебного акта усматриваются. Можно я поправлюсь, потому что здесь юрист, он вводит в заблуждение неучредительные документы. Если вы посмотрите на то решение Совета народных депутатов, то он первый... Я сказал не учредительный, я сказал первичные документы. Вы сказали, я сказал первичные документы. Вы потом посмотрите программу и увидите, как вы сказали. Вы не зарегистрированы в госрегистре. Мы кооператив. Гаражно-потребительский кооператив. Мы как были им, так мы им и остались. Разжить вопрос. И зарегистрированы в органах юстиции. Можно я закончу? Зарегистрированы в органах юстиции. Как юридическое лицо. Мы действительны. Но гаражный кооператив, он не может быть без гаражей. Это же логично. Тогда абсолютно логичный вопрос. Вы отменяли через 45 лет, не зная о том, что там есть этот кооператив, отменили лишь закрепление земельного участка за гаражно-строительным кооперативом, правоприемником которого мы являемся. Вот это закрепление земельного участка за ГСК номер 20. Вот эти 2,5 гектара земель? Да, да, вы отменили, но при этом мы остались кооперативом. И тогда вопрос, а почему вы с нами, с нами правоотношения не узаконили? Вы стали собственником. Как собственник. Я вам больше скажу, мы являемся добросовестным землепользователем 72-го года. Понятно, значит, собственник земли вы, на земле гаражи уже вашего кооператива, а между вами 5 лет никакого договора, никакого узаконивания не было. Но претензий не было, что характерно. Даже претензий не было, и предписаний, и какого-нибудь желания. Вот юрист сказал, что вы не прошли регистрацию в госрегистре. В смысле, эти постройки, это земля. Это земля. У нас даже получено инвентаризационное дело на весь вот этот вот кооператив. Инвентаризационное дело, вот у меня вопрос к вам, как юриста, оно является правоустановочным документом? Или правоудостоверяющим? На кооператив, конечно. Нет, на земельный участок. Здесь же вопрос, земельный участок сейчас стоит. Сейчас то, что касается земельного участка, мы... Наши права никаким образом не затрагивают то, что это кооператив был создан. Мы просим просто... То есть, кооператив как организация, она остается организацией, а имущество кооператива создает вопросы. Вот, вот. Я бы не сказал, что имущество, а имущество уже непосредственно в мэрии, в лице земельного участка. Но земля до этого была имуществом кооператива. Да, все верно. И я вам больше скажу, но до сих пор является имуществом кооператива согласно земельного кодекса. По одному простому основанию. У нас мы являемся плательщиками земельного налога. А земельный кодекс нам четко говорит, что плательщиком земельного налога является либо собственник, либо арендодатель. Или пользователь. А слушайте, а вы вот последние пять лет по аренду платили земле? Конечно. Ежеквартально, до настоящего времени, мы платим земельный налог. Получается, вы платили налоги той земли, хозяевами которой вы не являетесь. Да. И не могли являться. Оказывается, не могли являться. Хотя бы уже во временном пользовании. Да. И вот вопрос. А аренду вы кому платили? Вы сказали, что вы оплачивали аренду. Вот кому вы оплачивали? Земельный налог. Налоговую службу, да? Конечно. А на основании чего вы оплачивали? На основании чего налоговую службу требовала? Как землепользователь. Как землепользователь. Вот у меня такой же к вам вопрос. А как вы допустили с 2017 года наше незаконное нахождение? Кто-нибудь из должностных лиц сейчас привлечен к ответственности за халатность? За какую именно халатность? Ну, с 2017 года. Потому что пять лет они незаконно на этой земле находились. Да, задаете вопрос. Мы пять лет с 2017 года незаконно находимся на этой земле. Арендную плату вам не платим. И никто из ваших тех лиц, которые в соответствии с этим положением, и до этого было положение. Потому что у нас каждый новый мэр, когда приходит, он устраивает реформу и меняет все структуры. Это при Ибраимове, значит. Да, меняет все структуры. Вот в этом состоит реформа. К сожалению, не могу привести аналогию, да, в силу этических соображений. Но это напоминает тетю Соню из Одессы, которая никогда в своем учреждении не меняла мебель. А у нас эта мебель постоянно меняется. Меняется и создаются новые положения. Вот скажите, с 2017 года вот кто-нибудь из сотрудников управления по землеустройству понес ответственность за то, что ваша земля находится в чужом владении? Нет, мы считаем, что... Что вы делали все эти пять лет? Все эти пять лет я могу объяснить следующее, что у нас в городе Бишкек много незаконных возведенных объектов, в том числе и под капитальное строительство, под объект облегченного типа, в связи с производственной нагрузкой и в порядке очередности эта работа планировалась. Как мы знаем, там возведены объекты облегченного типа свыше 700 штук. То есть, говоря простым языком, не было рук, не было сил, и за пять лет вы только очередь дошли. На это потребуется определенное время, чтобы демонтировать все эти объекты, и не один день. И у меня можно другой вопрос? А скажите, пожалуйста, вот вы, как тот орган, который политику, в том числе благоустройство, формирует, вы просчитали риски, социальные риски, да, формирует и исполняет, просчитали риски, которые связаны со сносом этих гаражей. Куда 700 машин в двух микрорайонах должны разместить вот эти члены кооператива? Я на этот уже вопрос ранее пояснял, если надо будет, я еще раз поясню, что непосредственно определением другого равноценного земельного участка под парковки определяет другая организация в лице департамента управления муниципальным имуществом. То есть сейчас мы должны 700 машин выгнать во дворы, забить до отказа, на улице, во дворы к себе домой. В дворе некуда ставить, на улице. Это правда, да, на улице, вдоль Каралаева, вдоль Нуркомала выстроить эти машины, пока уполномоченные органы решат вопросы, а что же с этим делать? Ну, учитывая, что в гаражах не только машины, но и все накопленное добро за эти 50 лет. Ага. Ну, Алтмек Мурзов, вы сказали, что в городе есть еще очень много спорных участков. Какие еще гаражи, вот если мы говорим про гаражи, в каких еще районах демонтаж гаражей ожидается? Ожидается? Ну, или есть решение уже? Где еще? Были проведены соответствующие работы по улице Каралаева, непосредственно вот вблизи этих гаражных кооперативов в рамках реконструкции дорог были демонтированы тоже объекты обречения. По Пахумбаево, я знаю. По Пахумбаево, да, в Ленинском районе, по улице Айтматова, по Средловском районе. Я к тому, что какой еще кооператив должен ожидать, что вот к ним придут и скажут, все, товарищи, срок истек, пожалуйста, освобождайте. Ну, это необходимо будет, понимаете... Без красных книг все, у кого нет красных книг. Или вопрос, наверное, к ним, чтобы они за меня ответили, потому что они комментируют. Необходимо устанавливать, есть ли разрешительные документы на определенные на тот или иной гаражный кооператив. Если есть документы, если они соответствуют действующему законодательству, то они будут дальше функционировать. Если они вынесены когда-то в нарушении действующего законодательства, наша муниципальная инспекция будет принимать соответствующие меры. А если вообще нет документов, и они возведены уже на муниципальной территории, то, соответственно, тоже будут принимать... У меня вопрос теперь. Вот вы разговаривали, наверное, с муниципалитетом, и все-таки задавались вопросом, хорошо, мы уберем эти гаражи, но все-таки они лежат нашим домам, а что будет вместо этих гаражей? Можно я прокомментирую? Да. Ну, если можно, хорошо, давайте сразу это. Потом я хотел еще кое-что сказать по поводу уведомлений. Значит, в отношении того, что с этим делать, вот наше мнение такое. Первое, как вы правильно сказали, сделать где-то такой же шаговой доступности, как наш кооператив, стоянку, с условиями не хуже, чем сейчас у нас. Что у нас сейчас есть? Смотрите. Первое. Более или менее благоустроенная дорога. Вот видите, да? Более или менее. Ну, не сказал, но хорошо. Ну, более или менее, да? Второе. Есть место для мойки автомобилей. Есть две эстакады, где можно сделать мелкий любой ремонт там. Две эстакады. Если уходим мы оттуда, это как следствие, это или последствие. Будут мыть машины на улице, во дворах, да? Это уже касается вопросов экологии, да? Теперь, ремонтировать машину на рыках, во дворах, где? Вот мелкий ремонт какой-то сделать. Заменить колесо. Ну, как-то весь город и без гаражей тоже с этим обходится. Так вот, поэтому мы и говорим, что весь город уже забит машинами, а мы еще туда 700 машин дополнительно вбрасываем. И еще проверят сейчас все остальные гаражи, с которыми в том числе нет договоров аренды, а очень со многими нет договоров аренды, потому что мэрия их умышленно не заключает. Это тоже те потенциальные, будем так говорить, жертвы. Да, потенциальные жертвы вот таких вот действий. И у меня другой вопрос. Вы не интересовались, что будет на вашем месте? Земля дорогущая, 12-й микрорайон, 11-й микрорайон, 2,5 гектара. Слухов очень много. Элитка, торговый центр, что? Говорят, что сначала была информация, построят муниципальный микрорайон для муниципальных и государственных служащих. Но это вообще очень... Тогда у меня логичный вопрос, да, логичный вопрос к нашим финансам. Так вот, а у нас есть такая возможность? Потому что только и говорят о том, что дефицит бюджета. Собираем налоги, дефицит бюджета. Ну, допустим, найдут. Вот. Здесь невозможно строить. Там карьер, который необходимо засыпать. То есть данная территория, она непригодна для строительства многоэтажных домов. А следовательно, это какое-то коммерческое предприятие. Тогда другой вопрос. Если это коммерческое предприятие, то почему мы действуем в интересах какого-то инвестора, а не наших горожан? Потому что все время звучит, это муниципальная земля. Нет, это городская земля в интересах горожан. И горожан, и горожан. И горожан, и горожан. Понятно. Завершаем. У нас буквально пару минут. На непрочерке нет вообще адреса. Ну, вот они прочерки. Ну, нет адреса. Безадресная. То есть никому. Мало того, что когда развешивали эти, так называемые, уведомления в нашем кооперативе, значит, получилось так, что где-то на треть гаражей развесили, а остальные остались без такого уведомления. О чем это говорит? По нашему пониманию, это значит, что это уведомление касается тех, кому развесили, а всех остальных не касается. Логика есть? Наверное, бумаги не хватило в инспекции, да? Можно ответить, нет? Наверное, да. Сейчас все вопросы вы как раз ответами завершите. Не хватило бумаги в инспекции. Теперь второе. Значит, тут ссылки все на нормативные правовые акты есть, кроме того, что по какой причине все-таки, не указана причина, почему возник этот вопрос в инспекции. Правильно говорит моя коллега, как член кооператива. Почему пять лет молчали об этом? Какая загрузка? О чем вы говорите? О чем вы какая загрузка? Это одна из ваших основных функций. Вы контролируете землепользование. Вы контролируете благоустройство. Какая нагрузка? О чем-то занимается вообще инспекция? Ну, вопрос сейчас даже не в этом. Ну, логично, нет вопроса. Вопрос еще и в том, что вот вы придите и посмотрите на эти 600 человек. Там из них 90% это старожилы. Это старожилы, за которыми тогда был совет народных депутатов. Народных депутатов. И вот сейчас нам очень интересно, а есть ли сейчас за вот этими бабушками, дедушками, вот этими старожилами, хозяинами, инвалидами, с трудящимися, есть ли Горкинеж, который оттаивает... Вот мы сейчас и хотим посмотреть этот процесс. Мы сейчас хотим посмотреть этот процесс. Обращайтесь к своему представительству. Как Горкинеж отреагирует и защитит? Потому что это уже вопрос Боркинежа. У нас последние минуты... Буквально, буквально. Значит, вы говорите, можно ли было обжаловать это вызовление, да? Срок был установлен. Три дня, как уже говорила Елена. Три дня. Три выходных дня. Что это? О чем это говорит? Понимаете, да? Понимаете, о чем я говорю? Да. Вот три вопроса вам задали. Первый по тому, что не во всяговорожи, значит, повесили уведомление. Второй по поводу сроков. Три дня. Ну и третий, на который вы уже отвечали. Обезадресности. Да, безадресности, кстати, да. И вот эти пять лет, что вы делали? Ну, в части того, что пять лет, что мы делали, я уже, наверное, пояснил. Считаю, что нет необходимости пояснять второй раз и уже повторяться. По поводу уведомления, данные уведомления были наклеены в связи с тем, что 18-го числа, уже конец рабочего дня, они что, успели наклеить, наши сотрудники? Они наклеили. А после уже данная процедура еще продолжилась. Ну, наклеили 19-го. А все равно без адреса они все. Да, 19-го. Выходной день. Я повторяю, что эти непосредственно уведомления мне сообщили инспектор, что они клеили 18-го числа пятницу. Без адреса. Ну, адрес там, адрес, этот земельный участок, данные гаражи, у них нету почтового адреса. Как могут там указать адрес? Хорошо, упрощение. Это уведомление персональное. А в части того, что персонально было вручено уведомление также председателю непосредственно кооператива. В 288-м положении, утвержденном Бишкекским городским кремешем от 2011 года, есть конкретный порядок вручения непосредственно этих уведомлений. В нем не указывается календарных дней или рабочих дней. Вы можете ознакомиться сначала, прежде чем обвинять непосредственно муниципальный орган с этим документом. Ну, согласитесь, это нелогично. А перед тремя праздничными днями дать уведомление и сказать, у вас есть... В выходные дни. Мы эти три дня формально указали. Но как на сегодняшний день мы видим, мы видим эту ситуацию. Еще муниципальная инспекция не производит каких-либо работ по демонтажу. То есть до сих пор... А, мы предоставляем еще время, чтобы они сами добровольные устранили эти... Если вы сейчас нам предоставили время, подача нашей административной жалобы, она приостанавливает ваши действия? Нет. Каким это законом предусмотрено? Законом административной деятельности, административных процедур. В какой статье и порядок этой статьи, о чем оно поясняет? О том, что обжалование административного акта приостанавливает его действия. Обжалование. Мы подали административную жалобу. Его действия. Это уведомление, оно носит рекомендательный характер. А, вы нам рекомендовали? Да, мы вам... Можно я закончу? Можно я закончу? Вы спрашиваете, не даете высказываться. Мы вам рекомендуем в добровольном порядке вынести свое имущество, освободить земельное участок, которое принадлежит мэрии. Если не уберете эти объекты, то мы уже в соответствии с нашим положением. И тем актом, который был вынесен городским кенешем, уже непосредственно осуществим свои функциональные обязанности. То есть вы нас лишите собственности путем сноса гаражей и уничтожения того имущества, которое находится в гаражах. Мы правильно понимаем? В 288... Нет, мы правильно сейчас понимаем? Да. Мы демонтируем эти объекты на специально складированные для этих нужд места. Территории. Да, территории. А сколько есть времени у кооператива, чтобы они смогли самовольно, своими руками убрать эти... Ну, мы уже предоставляли время, но на сегодняшний день уже решается вопрос о принудительном демонтаже. То есть вы придете и уничтожите, если, допустим, часть вывезет, а часть не вывезет, вы придете и просто погрузите машины, и независимо от того, там сломается гараж, сломается машина, будут ли повреждения, вы не понесете никакой ответственности. Потому что в 288 положении предусмотрено непосредственно демонтажа объектов. Кем утверждено данное положение? То есть теми депутатами, которых мы избрали, да, чтобы они действовали в наших интересах. Я правильно понимаю? Все верно. Вы ознакомьтесь с этим положением. Идете к депутатам, идете к своим депутатам и требуете, чтобы они защищали ваши интересы. Но в любом случае, наверное, закон и порядок превыше всего. Главное, чтобы закон работал правильно и во благо народа. Это самое главное. Спасибо вам большое. К сожалению, эфир подошел к концу. Но я думаю, что ваша следующая встреча уж точно не на съемочной площадке, а в вышестоящих инстанциях. Ну тогда я могу сказать, что не один представитель. Субтитры сделал DimaTorzok